Хотя это коммерческая тайна, но мы немножко раскроем тему секретности. Электричество в Китай поставлялось еще во времена СССР. Для этого были построены специальные высоковольтные линии электропередач – Благовещенская Хэйхэ и Благовещенская Айгунь. Приграничная китайская провинция Хэйлудзян всегда испытывала нехватку генерирующих мощностей, но благодаря СССР этот вопрос решался просто. После распада СССР поставки электроэнергии также продолжались по краткосрочным договорам. Объемы были не очень велики и на них особого внимания не обращали. Ситуация изменилась с началом интенсивного роста китайской экономики. Руководство Китая обратилось к России с предложением существенно увеличить поставки электроэнергии и заключить новый договор. Видимо, менеджеры Чубайса радостно потирали руки в предвкушении огромных барышей от продажи электричества в Китай. Экспорт должен был вырасти аж в 60 раз. В прессе рассказывали, сколько еще дополнительных ГЭС и ТЭЦ будет построено в России на китайские деньги и как наш Дальний Восток озолотится на этом. Чтобы передать больше электричества в Китай, федеральная сетевая компания ФСК на свои деньги построила новую ЛЭП 500 киловатт. Вот тут-то Китай выкатил из-за спины арбуз в виде нового договора в 2012 году. В рамках долгосрочного договора на 25 лет Китай заложил максимум четырехкратное увеличение закупок, но никак не в 60 раз. Да и про инвестиции в строительство дополнительных ГЭС и ТЭЦ в России ни слова. Видимо, сказка про огромный объем экспорта в будущем была Китаем, чтобы уронить наших в цене и это им вполне удалось. Согласно договора, стоимость поставляемой электроэнергии зависит от цен на оптовых биржах, то есть конкретной цены рублей и юаней за киловатт там точно нет. Однако мы можем вычислить цену в одном из отчетов за прошлые годы. По данным Росстата, объем ежегодных покупок электроэнергии Китаем стабильный. В 2019-м в перерасчете на рубли выручка от экспорта в Китай составила около 9 миллиардов рублей. Это уже данные газеты Коммерсант. Несложно поделить эти две цифры и мы получаем среднегодовую цену 2 рубля 81 копейка за киловатт. В общем-то, для оптовой продажи цена приемлемая. Но благодаря реформам Чубайса эти деньги делятся на несколько контор. Экспортер Интеррао, владелец ЛЭП ФСК, производители ТЭЦ и ГЭС. В итоге получаем плачевную картину. Зимой экспорт в Китай убыточен, а летом едва выходит на прибыль. Казалось бы, убыточен экспорт от дати электричества на Алтай. Там тарифы выше 5 рублей за киловатт. Однако за пропуск электроэнергии по ЛЭП сетевая компания насчитает такие деньги, что убыток будет больше. Дереформировались называется. Вся страна охвачена линиями электропередач, но по ним электричество передать не можем. Очень дорого. Парадокс. Еще проблема электроэнергии в том, что ее на склад не положишь. Если электричество не экспортировать, то воду на ГЭС придется просто в холостую сбрасывать, иначе будет потоп. Вот и получается, что экспорт в Китай по-любому выгоден в рамках нынешней системы. Для нас теперь Китай крупнейший импортер электроэнергии, а мы для Китая просто чих доля электрической электроэнергии в общем потреблении Китая всего 0,04%. Что касается расценок в 1 киловатт за рубль, были и такие тарифы в России. По статистике 2020 года в Иркутской области тариф на электроэнергию составил рубль 11 за киловатт. В то же время на Чукотке электричество было дороже всех 8 рублей 42 копейки. Однако вот еще одна интересная новость. Если и есть на земле коммунизм, то это, наверное, в Абхазии. Как иначе объяснить ситуацию, что в республике до сих пор электричество для населения составляет 40 копеек, а многие вообще не пользуются электросчетчиком. Что это чудо или, думаете, выдумка? Тогда загляните на сайт Черноморэнерго, где размещена таблица с тарифами на электроэнергию. Как видим, тариф 40 копеек за киловатт-час не только для населения, но и для объектов здравоохранения, образования, железнодорожного транспорта и аэропорта. Но уж остальным-то электроэнергия поставляется гораздо дороже – за 85 копеек за киловатт. И даже такой завышенный тариф для россиян тоже кажется фантастическим. Причем раньше было еще фантастичнее, вот тарифы 2019 года. Казалось бы, вот оно, счастье светлого будущего наступило. Но такой халявный тариф создал очень много проблем. С развалом СССР враждующие Грузия и Абхазия получили на двоих одну курицу, несущие золотые яйца – Ингурскую ГЭС. Это крупнейшее гидротехническое сооружение мира. Высота плотины – 271 метр. Это высота 90-этажного дома. И в каждую секунду через турбины проходит 450 кубометров воды. В год ГЭС вырабатывает 4,4 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Река Ингур течет по границе двух государств, и каждому досталось по половине плотины с инфраструктурой ГЭС. Несмотря на вражду, пришлось договариваться о совместной эксплуатации ГЭС. Стороны пришли к соглашению, что 60% выработанной электроэнергии забирает Грузия, а 40% – Абхазия. Себестоимость выработанной электроэнергии мизерная. Электросети достались от СССР, вот и власти Абхазии решили поддержать свое население низким тарифом. Население это восприняло по-своему. Многие просто перестали платить за электроэнергию. Тогда энергетики начали воздействовать на налогоплательщиков также очень либерально, каждый раз присылая письмо с предупреждением. Естественно, эта анархия вскоре хорошо аукнулась. Обычным явлением стала нехватка мощности. Напряжение в розетках стало непостоянным, опускалось до 140 вольт и ниже. Надо было бы подстанции заменять и сети умощнять, но у энергетиков на это нет денег из-за массовых неплатежей. По данным энергосбыта платят около 30-40% потребителей, а в денежном выражении это 17-23% от начисленной суммы. Другой напастью вызванной дармовой электроэнергией стали майнеры криптовалютной лихорадки. В Абхазии как грибы после дождя наплодились криптовалютные фирмы, потребляющие огромные мощности, и как результат осенью 2019 года в республике наступил энергетический коллапс. Пришлось прибегнуть к веерным отключениям районов. И тогда в Абхазии ввели запрет на майнинг криптовалют, запрет на ввоз и подключение оборудования криптоферм. Ничего не помогало. Ситуация немного улучшилась, когда вмешалась общественность, собравшая в соцсетях адреса нелегальных криптоферм. Властям пришлось принимать меры к нелегалам. Проблемы также внесла природа в последние годы. Уровень воды зимой в плотине Ингурской ГЭС упал до критического уровня. Нехватку электроэнергии ежегодно перекрывают поставками из России. За два зимних месяца Абхазия получает из России электроэнергии почти 200 миллионов киловатт-часов. Официально сообщается, что в денежном выражении это около 500 миллионов рублей. По данным газеты «Коммерсант Интеррау», за эти поставки получают деньги из бюджета России и средств, выделяемых в рамках программы социально-экономического развития Абхазии. Объем помощи Абхазии с 2020 по 2022 годы утвержден на уровне 4,5 миллиардов рублей. Такой вот круговорот денег в политике. Абхазцы не хотят платить за электроэнергию, но ничего, за нее заплатят граждане России. Как же обстоят дела в России? Спасибо советской власти за электрификацию страны. Вот что мы имеем на сегодняшний день. Доля атомных и гидроэлектростанций небольшая – 32%, а остальные 68% приходятся на тепловые электростанции. Давайте разберемся, как работает тепловая электростанция – ТЭЦ. Топливо, газ, уголь, мазут. Сгорая в топке ТЭЦ нагревает воду до состояния пара и под высоким давлением подается на турбину. Турбина, вращаясь под действием пара, крутит генераторы, которые вырабатывают электричество. Вот мы и получили конечный продукт. Куда девать пар, прошедший через турбину? Чтобы снова его использовать, нужно превратить пар в воду, а для этого необходимо отнять у пары тепло, и причем очень много тепла, чтобы избавиться от этого тепла построили огромные штуки, называемые градирни. Такая градирня отбирает тепло и выбрасывает его в атмосферу, поэтому над градирней образуется шапка из пара. Устройство градирни простое. Чтобы не зря выбрасывать столько тепла в атмосферу, в СССР тепловые электростанции строили рядом с городами. Отходы производства электричества в виде горячей воды шло на отопление и горячее водоснабжение городов. Себестоимость этой системы равнялась расходам на обслуживание трубопроводов. С наступлением капиталистических отношений в России энергетики быстро смекнули, что на продаже горячей воды можно очень даже хорошо заработать. Если расходы на получение горячей воды уже заложены в тарифы на электроэнергию, то для ТЭЦ это отходы производства, которые приходится утилизировать в градирне. Для акул капитализма это прекрасная возможность заработать продавая отходы. Причем цену продажи можно поднять максимально. Вот и получается, что мы сначала оплачиваем расходы на производство электроэнергии, а потом еще раз оплачиваем эти же расходы, получая отопление. Дальнейший рост цен на отопление и горячее водоснабжение сдерживает лишь то, что жителям многоэтажек станет выгодно переходить на индивидуальные котельные, что сейчас и происходит. В СССР массово внедрялось центральное отопление, потому что это был самый дешевый вариант для населения. Теперь загляните в свою платежку и убедитесь, что центральное отопление обходится в два с лишним раза дороже индивидуального отопления. Коммерческая алчность довела хорошую систему до абсурда. Вот еще один поучительный пример. В давние советские времена, чтобы зря не выбрасывать горячий пар в атмосферу, рядом с ТЭЦ построили домостроительный комбинат. Технология производства готовых железобетонных конструкций требует много пара, который по трубам и забирался с соседней ТЭЦ. С наступлением рыночных отношений энергетики потребовали с домостроительного комбината заключить договор на покупку пара. Деваться некуда, договорились по цене и заключили договор. Периодические энергетики поднимали цену на отпускаемый пар, обосновывая инфляцией и ростом цен на топливо, да и денег очень надо. И в один прекрасный день цена дармового пара стала настолько высокой, что стало выгодно получать пар, установив у себя просто котлы парогенераторов. Домостроительный комбинат показал свои расчеты энергетикам, мол, вот вы до чего довели повышение тарифов. Тогда энергетики развели руками, мол, вот, высокое руководство, цену снизить нереально и так далее. В итоге домостроительный комбинат купил свои парогенераторы и разорвал договор с энергетиками. Возможно, в разных городах ситуация отличается. Разумеется, необходимо учитывать расходы на поставку тепла и обслуживание трубопроводов. Однако не будем миндальничать, в СССР было централизованное управление и низкие цены. А сейчас мы наблюдаем ситуацию обратную.